Школа номер 26, расположенная в Гребневе, была построена в 1965 году. Сегодня в учреждении обучается 310 человек. Ежегодный прирост школьников составляет 10%. Капитального ремонта в школе за без малого 60-летнюю ее историю не проводилось. Новость о том, что учреждение попало в президентскую программу капремонта, обрадовала и педагогический коллектив, и учеников, и, конечно, их родителей. Так, глава округа Андрей Булгаков провел совещание в формате выездной администрации в Гребневе. Капремонт в школе номер 26 стал одной из главных тем повестки. Руководитель муниципалитета осмотрел помещения учреждения, кабинеты, спортивные и актовые залы, дворовую территорию. Работы планируется начать уже на следующей неделе. До конца этого учебного года учащиеся школы номер 26 будут посещать соседние образовательные учреждения. Решение было принято из-за весьма внушительного объема работ. До 1 сентября необходимо успеть обновить кровлю, инженерные системы, выполнить внутренние отделочные работы и благоустройства. Здание школы обновится, преобразится и территория. Стоит отметить, учреждение ждет не только капремонт, но и обустройство универсальной спортивной площадки с резиновым покрытием во дворе в рамках областной программы инициативного бюджетирования. Глава округа обсудил предстоящее строительство спортивного ядра и капремонт с родителями учащихся. Мы сделаем все в школе, все будет современное, кроме того, что постройки останутся старые, остальное будет прям по лучшему виду. И учитывая, что мы делаем такое здание, Николай Иванович откликнулся, и мы по инициативному бюджетированию, такая история, то есть депутат областной выделяет основную сумму на какой-то проект социальный, а мы со стороны города это софинансируем. Когда глава принял решение, не просто школа включена в президентскую программу по ремонту, но и предложил, давайте все вместе сделаем и, естественно, стадион. И здесь действительно получится очень хорошая такая зона, точка притяжения. Много лет назад здесь располагался стадион, и в теплое время года проводились спортивные занятия. Теперь же пользоваться универсальной спортивной площадкой смогут не только ученики школы, но и взрослые. В вечернее время после окончания занятий в учреждении она будет открыта для всех желающих. Мы ходили к директору, все время просили, все время спрашивали, чтобы нам, как бы, школу включили в проект модернизации. Далее совещание продолжилось в здании территориального отдела. Глава округа обсудил с жителями Гребнева и соседних населенных пунктов интересующие их темы. Одной из них стал вопрос парковочных мест уродника в Гребневе. После его благоустройства желающих набрать воду становится все больше. Люди приезжают за водой из разных населенных пунктов. Припарковать авто порой бывает проблематично. Сейчас жители ставят машины, грубо говоря, вплотную к забору, к детскому садику, что составляет неудобства в плане организации дорожного движения. Мы здесь устанавливаем, делаем тротуар, перейдем награждение. Часть машин переносим сюда, а те, кто у нас приезжает на тропу или на родник, сделаем дополнительные парковочные места, тротуар. Мы работу предусмотрели, они у нас по работе уже включены. Где-то в июле месяц, ну и работа уже завершена. Обсудили и вопрос перебоев с электричеством в частных домовладениях. Собор, богослово, костюм накалечен, частенько у нас бывает. А поскольку зависимость вообще всех селооборудованных домов в частных домах, вот электроэнергии, ну, люди очень просили, чтобы нам тоже сделать в наших деревнях беспределение, беспределение, деликоснабжение. Обеспечение деревень и сел электроэнергии зачастую отличается от городского. Появление новых частных коттеджных поселков, садовых товариществ, увеличивает нагрузку. Есть, да, большая проблема, из-за того, что первозначальная сеть была построена 26 километров, и к ней все подсоединены под станции. В этом году энергетики, в частности компания Россети, планирует провести реконструкцию питающих центров во Фрязино и в Каблуково, ремонт линий электропередач, а также строительство фидеров от поселка Литвинова в сторону Корякина и Богослова. Работы запланировано завершить уже осенью. Продолжение следует...